Как я обычно наливаю? Один коврчик раздаливайте, один коврчик. Остатки только выливайте. Все, что мы видим, все с чем-то должно сравниваться со вчерашним днем. Настоятель монастыря Ямбинская сидит в ворот на монастыря и плащет. А почему? Бог отставил меня. Сегодня совсем больше людей было, всего 300 человек. Он кормил. А вчера сколько? Вчера 3000 было. Вот так я держу, у нас маленько поменьше стало, как обычно. По разным причинам. Ну, я тут заболел. Я захотел поставить вопрос такой, который в прошлый раз говорил с митропавитом Сергием. В суд Божий мы верим, что будет? Он говорит, конечно. Это непременно. И, значит, без страха Божьего туда не подойдешь. Причь 1.7 говорит, начало мудрости, страх Господень. А если эту мудрость не преподает, то ничего и нет. Я вел занятия катастрофе и кадетов военных. Ну, спортивные ребята все. Если не будете знать Бога, вы просто головорезами будете. А зная Бога, вы многих людей спасете и себя. Потому что судить просто так. Вот они такие-то. Внезапно два милиционера погибают. А я, как говорится, свидетель. Никто не видел, что через дорогу переводят детей. А их много. Детсад какой-то или что-то было. И в это время сообщили по дороге, по этой машине. Гонят двое на самосвале. С ума сошлись. Их не стравить не можем еще. Их никак нельзя стравить. А медицейская машина как бы сопроложна. Они бросили ее прямо по полюсе. Оба погибли, но машину остановили. А вот раньше все на минуту. Судили. А вот они менты. Такие никуда нет. А засидели два героя. Но это героизм приходит тогда, когда мы понимаем, что конечная участь будет где-то. А это не с нами. Перед тем, как человека отдать в суд сегодня, сейчас отправляют в кемеры в больницу психиатрия. Которая специально проверяет, можно судить человека, или он трогнутый. Если нормально, судят. И поэтому там косят под дурака. Что угодно делают. Но не получается. А здесь настолько врачи расположились ко мне. А мы вам такую справку дадим. Где-то волнота, ящики будешь иные сбивать там вот. А дальше отпустят. Я говорю, мне на болот выход людям надо. Вот как Бог делает, с чем сравнение-то. Ну они дали такую характеристику, что судить можно. С собой наложили два полных мешка. Там галеты, посуда. На персию никого так не провожали. Я все вспоминаю. Это сестры сделали. Я прелюдию говорю к этому. Если суд Божий будет. А Христос вчера сегодня и вовеки тот же. Мы сегодня просчитали. Вовеки тот же. Значит и суд Божий будет по тем меркам, которые даны 14. Это 12.48. Слово, которое будет нас судить. Вот сидят много священников. Вы можете слово сказать? Вы уверяете, что суд Божий будет. Как будет судить? Потому что у вас есть или потому что Бог назначил? Вот представь себе. А хороший протеякон, архидеякон. И отпевает сердценно. Господи, помяни према президента Российской Федерации. Дальше. Но Богу нужны наши эти федерации. Нужны. И дальше начинает величать. Нет. Там только имена написаны. Имена написаны. Даже отчества нету. А у нас сейчас помяни святейшего. Нету. Бог свят. Только лишь свят. А сравнительная степень святее. А превосходная святейший. Слово святейший встречается в Библии два раза. На святейшем месте и на святейшей вере. Все. К людям неприменимо. Это обман. Как этого не видеть? А теперь отпевает в Питереша. Так проверили. У нас такие действительницы. А кого вы поминали тогда? Когда на небе вообще ничего такого нет. Помяни раба твоего. А коммунисты говорят. Колу Масиновой забить в могилу. Разводил государство. Мерка такая. А наша мерка сегодня одна. Если угодно тебе при жизни. Дай понять. Что примирение с Богом возможно только при этой жизни. За гробом нет покаяния приемлемого Богом. Я говорю священнику. Так вот. Вообразите. Никто вас не заставляет менять. Я просто говорю. Воображение. Если вы не знаете. Я скажу. Войну выработана. Лидер. Кто говорит. Должен иметь шесть качеств. Вы себя батечки проверьте. Первое. Воображение. Воображение. Ты решил переехать там или жениться. Воображать. Что за этим дальше последует. Второе. Знание. Знание. Умение. Третье. Четвертое. Решимость. Как все Рафимы говорили. Почему не получается. А ты сделал. Говорит. Решимости не хватает. Шестое. Пятое качество. Беспощадность. Какая. Водырем. Он мешает на дороге. Марк не поступил. Так его сразу Павел очистил. Это Марка. А Марк пошел с Варнавой. С дядей своим. А Павел взял силу. Уже. Теперь. Объясняет. Два святелика. В двух местах теперь светят. И теперь. Если Бог будет судить. Так. Вообразите. Вот сейчас. Сейчас вот. Наверное Бог делает. Возврат. У Бога это все легко. Он показывает. Как было. Ничего этого нет у вас. Нет. Ни храма. Идите по всему иру. И проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься. Спасен будет. Кто не будет веровать. Осужден будет. Вы проще. Ни храма нет. Ни литургии написания нет. Ни кадил ваши. Ничего нету. Вот. Сейчас поставили на улицу. Первое. Что вам нужно. Думать. Где ты поешь сегодня. Понятно. А где поесть. Хорошо бы в храме. До которого работает. Да где нет. Батюшка какой-то пригласил. Но не было ничего этого апостола. Вообразить себя сегодня. Священство. Особенно трудно. Ну. Я допустим. На тысячу лет назад. Я инструментом не пользуюсь. Каса тогда была. Накосил. Коробе дал. Вилы были. Стакан был. Да я в пригорще. Воду пощерпнул. Как диагент говорит. Наклонился. Допил. А у него была кружка. Он смотрит. Ребенок-то из кружки не пьет. Он у него забросил. И ты лишняя. Так вот здесь. Что у нас окажется лишним на Суде Божьем. Повторяю. Я не против. Я причастник сегодня. Просто не главное это. Главное Слово Божие. Если оно не на главном. Не на главном. Все остальное будет. Отношение в семье. С вышестоящим. Сколько тут лести бывает перед старшими. Не зря же говорят в виде рассказа такого. На небе встречали одного. Святой ходит. А потом ты маленько подожди. А что. Епископ спасся. У вас что тут еще ранжир разбирать. Сто лет один первый. А у вас то каждый день эта мелочь то идет сюда. Как ему там все ангелы, архангелы приветствия. А почему. Говорит. Кончил академию. И вера сохранилась. Осипов не сумел отравить его. Вытрясти из него. Вот штука то какая. И поэтому. Все что мы видим. На Суде Божьем. Вызвало это благодарность или нет. От Бога. От ангелов. Когда начинаешь говорить. Ну. Вы что. Репарматор какой. Вы эти слова не будете говорить. А я атеист. Начинает говорить. Такой. Агностик. Я говорю. Все эти гнойные пузыри лопнут. Как только ты закрыл глаза. Душа отлетела на полсантиметра. И ты сразу видишь ангелов. Видишь демонов. Видишь огонь. Неверующих на той стороне. Грани нету. Это широкие только здесь люди. И поэтому наше воображение. Первое качество. Хочу ли я быть с Богом. Могу ли устоять. Вот в этой обстановке. Как здесь. Родные. Близкие. Поднимаются. Подкатываются. Суд подают. Разваливают все. Это еще не значит. Где Бог. Там большинство. Где Господь. Там победа. И мы сегодня отмечаем. Победу одержал. Анфим Никомедийский. Над всеми полщищами Никомедии. Да. Но никто не видел. А Степан. Первомущенник. Видел. Вижу. Господа стоящего. То есть приветствует. Господь стал. С престола. И приветствует входящих туда. Войдем ли мы туда. И как мы должны себя сокращать во всем. Учите женщин молчать. Не командовать. Вот я занимаюсь много с людьми в интернете. У меня три канала. Я только на одном канале 85 миллионов просмотров. Это просто много. Больше чем говорится половина государства. И на все дается ответ. Сейчас занятия одни устроили по моим ответам. А ответов я там в университетах давал. Учил там милиции везде. 4124. Вопрос. Ответ. Вопрос и ответ. Это ответ на основание Слова Божия. Недавно. Вот в одной такой как маленькое чудо. Никто не заметил даже его может быть. Господь положил мне на сердце. В интернет выступить толкование по коллипсису. Которое собрал отец Геннадий Паст. А он в это время ничего не зная. Красноярский начинает говорить. Как раз на эту тему. Мало того. У меня мысль появилась. Сколько раз он ссылки делает. Сейчас скажу. Трехтомники у нас толкованием. В Блаженном Тепеллах не попадают туда. А только Андрей Кисторийский. И остальные все святые отцы. Самые лучшие. Нигде лучшие. Да я их наверное сотни перебрал. А почему? Он делает ссылки на Библию. Только на апокалипсис. Три тысячи триста триста три раза. Четыре тройки. Это даже вот. Я все время ссылаюсь в каждую книгу. У меня тридцать восемь томов книг вышло. В каждой книге три тысячи ссылок на Библию. Это не мое. Это Бог говорит. А можно опровергнуть? Никогда. Ну можешь сжечь. Можешь обругать. Но так Бог говорит. А какой вывод такой? Если это не по слову Божию. В восемь двадцать. Исайя говорит. Нет. Там света. А если света нет. Что такое тьма? Тьма. Отсутствие света. Света нет. Значит там только тьма. И любой вопрос. Вот мальчишки подходят там. Вопросы за вопросами задают. Я приглашаю наше содружество интернетное. Очень такое компетентное. И там все дается. И даем ответ на каждый вопрос. Вот если вы зайдете по скайпу. Скайп. Пять минут там установить. Там не надо ни регистрации. Ничего. Так. И два слова. И знаете лапки зарядите. И вы на меня выйдете. Звонок. И там мы будем хоть каждый день. Я много материала скидываю. Постоянно. Все новое. Находят проходи. Которые у меня. Сколько? Триста проповедей поставлено. И хочется быть полезным. Мне все таки восемь четыре года. И поэтому охота. Все это сделать достоянием всех людей. В этом году. В этом году. Сумели переиздать в трехтомник. С баженов и филактом. Не просто. А там 319 комментариев. И называется издание. Проповедей в стихах. Мои стихи. Каждое стихотворение. Триста шесть строчек. Девять куплетов. Четыре в томник. Каждый том. Восемьсот восемьсот страниц. Меня зовут. Строчки нету. Незанятые. А много. Дело в том. Что примерно восемьсот. Положено на музыку. Я хочу подарить. Чтобы человек вошел. Да. Книгу. Не каждый может приобрести. А это четыре. Четыре. И как они изготовлены. Батюшкин знакомый. Отвещение получил. Только и говорит. Одному не издать. Какая-то типография. Насколько. Батюшка мог бы даже показать. Вот один том. Мне когда. Четырех томник. Почему Господь надо умело это сделать. Не знаю. Я посмотрел тогда. Посчитала. Система. Сколько знаков. Так 32 поэта в России я взял. Сколько знаков. Которые печатают. У них за все есть. Пулушки. Некраса. Немножко меньше. У тридцати двух. Там совсем несколько. У меня три миллиона девятьсот тысяч знаков. И это за девять лет. Как. Я своим еще нигде не признаю. Господь позволил сказать. Милостью Божью. Вот. Четырех томников. Смотрите. В каждой книге. Вот. Эпиграф. Девять кублетов. Эпиграф. Девять кублетов. А это. 96 страниц. Пятые фотографии. Каждую книгу. Видите. Проподистик. Вот. 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 Это РЕО Новости. Приезжали. Сделали снимок. Такое. Российское информационное агентство. Видите какое. Как сделано. Где были. Мы посетили в миссионерском путешествии по России. Начиная. От порта находки. Владивосток. И Португалии. Рестабон. Португалии. Прибалтика. Захватили. Шестьсот пятьдесят библиотек. Получили от нас. Те книги. Которые были. Без этого издания. Тридцать восемь. Нам обошлось. Там. Тридцать пять миллионов рублей. Притом. Ничего не имели. Вот. Когда Богу доверяешься. Даже. Совершенно незнакомые люди. Я вышел из храма. Там. Допустим. Севастополь. Сразу люди вокруг. Мужчина. Это вы едете по России. Да. А можно деньги дать. Вы не мне. Поэтому. А если мне осунули. То я взял за правила. 61 год назад. Когда обратился. Сколько положили. Сто. Я должен отдать. Сто пять. То есть. Чем больше дают. Все беднее. Быстро делаются. Вот это правило. Выдержать надо. И когда вот это вот издали. Люди говорят. Это за то. Что вы ищите десятину. Торговлю из храма исключить еще не стоит. Ищите десятину. Все оправдается. Десятая часть. Вот у нас кто берущее. Все платят. За то. У нас нету. Нигде с тарелкой не ходят. Ни за что. Ни за крещение. Нигде. Торговля абсолютно отсутствует. По слову Божию. Да. Но это надо работать с населением. А как работать. Говорить что будет суд Божий. И все что не по Божьему. Особенно за деньги молятся. Это все симония. У меня есть материал. И выступление. И послание. Патриарх Алексея Второго. Так. Видите там есть. Как он говорит. Отпусти нас там ехать. Все. С Богом. Посмотрите. yr Дмитрий Римашев,ey. Поă. Бхана. Бхана. С Yishica. Память. Память. Имена. Мladокaman. Субтитры создавал DimaTorzok